расскажу как делал блюда идея подчеркнута с просторов интернета не моя идея там со своими доработками на подобная вещь есть в интернете подобный кит вернее даже практически такой же он сделан из ясеня молодой человек нашел только делает он специализируется по подобным всяким блюдам таким необычной формы ну вот сама идея мне понравилась люблю поэкспериментировать то что допустим раньше не делал тем более из лиственницы и от все это отбрашировать там то не просто здесь вот и мне хотелось фактуры любитель этих брашированных вещей вот и изначально все это дело у меня друг начал делать на чипу по картинке постараюсь ближайшее время вам показать я это сделал изделия с два раза с покрытием масла в два слоя то есть сначала там будет у меня красная медь биофовская и потом simacolor у меня там серебристый то есть это уже с изготовлением шлифовкой из два раза слоя покрыть маслом заняло в районе двух часов со всеми выпилами и там за пилами как говорится у него это заняло изготовлением начнем того что до сих пор это еще не сделал только началось совать эту программу вроде бы у нее эта программа получилось начал это все вырезать потом когда перевернул внутреннюю часть внешней у него это не сошлось в итоге он плюнул если этим заморачиваться нужно сразу делать из двух плоскостей в общем я все-таки складовая доделывая и мы потом как по сравним две вещи подобные сделаны естественно по размерам немножко разные там форму поменьше она размером будет сам факт тоже сделано будет из лиственницы то есть абсолютно одинаково будет даже с этой же доски такой же дальше им части обрезаны вот и будет возможность а ближайшее время вам покажу чем отличается и вещи сделано на чипу и руками и кто говорит что это по времени будет быстро тот заблуждается вот даешь человеку картинку и чипушнику это считаете что он за сегодня пропал это и опять же с учетом того что ему дают готовую доску ему не нужно клеить щит ему не нужно строгать ему не нужно фуговать то есть одним чипу там это как говорится не не отделаешься потому я говорю что предыдущих видео наслушался говорится любители по чипу я сам хочу себе чипу и скорее всего за зиму его соберу это будет дешевле три раза но рассуждение о том что чипу это может в десять раз да не нужно никому 10 одинаковых тарелок это как вот сейчас все с ума сходят набрали чипу и режут эти из фанерки буковки медальницы и там поздравления всякие где особой фантазии нужно трафареты ставь и он тебя вырезает даже объемов не нужно просто прорезная там король не нужно переходить высоты и до уровней глубина разная должна особенно пробуйте сделать вещь чтобы она была с двух сторон одинаково то есть вырезать сначала внутреннюю часть потом перевернуть эта вещь будет несимметрично то есть это абсолютно разные вещи на повернется вправо-влево и чтоб еще эта программа сверху наложилось совпало я согласен что это возможно но насколько это не очень просто получается этого я уже увиделся когда у них ролик кому интересно посмотрите про быков я делал дубовых быков изначально все это коррелось на чипу и потом собиралась я представляю какой будет типу сделала фигуру быка размером 86 сантиметров в длину 62 сантиметра высоту и 40 сантиметров в ширину цельного дошли бы ему дал счетами он будет это собрал фигушки бы это получилось сто процентов с теми чипу которую так сказать у большинства людей есть там пределы 350 тысяч во первых это высоты нужно определенные не не под не работает в диапазоне 40 сантиметров обычный это не какие-то промышленные отечку не стоит там миллионы дни то есть я к тому и свою что руки пока еще особенно если в одном экземпляре кирс типу пока еще не заменяет многие вещи конечно я и хочу мелкие где-то есть вещи множить или там что-то такое облегчать свой путь особенно как в раскройке и придание одинаковой формы вещи это я согласен но без рук по получается потом дорабатывать приходится очень много потому что как бы чипу не работала переделок и доделок очень много после меня происходит где-то там заглубилась где-то фреза сломалась тут еще иногда пошла а тут она ну и это не просто говорю потому что сейчас у меня в работе две двери и это вы увидите ближайшее время будет дверь две дубовых двери одна железная дверь и обшита щитами в размер двери большими щитами из цельного дуба с вырезанными там лесом и оленями это все вырезано чпу потом с руками дорабатывалась и одна банная дверь с березами с растениями пришлось дорезать там все лепесточки все прожилки после чпу все это сглаживать и это сделано из двух объемная дверь будет то есть картинка будет с одной стороны дуба вернее двери с другой между ними стекло это все будет на просвет как говорится в разные стороны то есть дверь будет шикарно частными в работе и я то что я говорю я знаю их вырезались на чпу и сколько сейчас приходится после чпу вы дорабатывали уже не говоря что пока чпу это все вырезает у него занялось там не одни сутки это все перенастраивать сам щит корюбится потому что толщина была 25 там до 30 был щит даже 30 практически был щит пока он это все выбирал в узких местах там до 4 миллиметров он становится тоньше его нужно после обработки сразу же пускали в дело его начинает выкручивать и соответственно быстренько нас лифовать все доделывать покрывать маслом потом там трубочку не свернулся такой тонкий а вот по два метра там метр семьдесят что ли высоту выходит то есть такие достаточно здоровенные практически двери будут в ближайшее видео будет про такие дубовые подчасти которые вызвали на чпу и потом доводились до ума тут без этого никак не произошло то есть чпушники не переживай здесь ничего такого нету но исходя из того что я общался с людьми которые занимаются чпу не так это все и просто как все тут в комментариях пишут право многие пишут люди которые даже не имеют чпу но у кого-то что-то там слышал я знаю людей которые чпу работают насколько это в принципе не просто не сразу все налаживается не программа так фреза не фреза так еще что-то выходит и бывает когда гигантское изделие лежит на столе из-за какой-то гадости там это фреза сломалась и там запилилась забурилась в сторону это все за волосы чешут затылки хоть новый щит переклеивать что это можно исправить теперь когда там то есть пока по и кассе это сделали берешь карандашом дочеркиваешь ее вручную все переводишь как будто так и задуман был рисунок дорисовываешься вот и все типу в этом моменте то есть человек без чпу и наоборот никак не место не заменит пока в ближайшее время она очень хорошо для тонкой работы что-то прямые линии делать и тиражировать я не спорю всякие эти розочки деревянные всякие орнаменты это точно хотя люди руками вырезают но там немножко другая другой момент и кто рабочих и хочется но после после него еще убор машинками везде дошлифовывать и выправлять и все таком мы все вернемся к нашему тарелки как будет ближайшее время вам все это расскажу что получится сравним две тарелки такие два блюда из этих на типу руками абсолютно чем-нибудь отличаться мы не будем после типа вы ничем его дорабатывать прям реальному сделала типу и все покрой маслом не буду этом после не шлифовать ну чтоб все было по чесноку так по чесноку чпу делай знаешь делать чпу я ему сказал ставь мелкие фрезы тонкие ну чтоб сделать идеально как ты на сколько это может сделать машина вот это уже будем мы с этим и будем сравнивать кому интересно ближайшее время расскажу покажу что у меня там происходит со столяркой то есть там уже настроил что доделываем как уже утеплил курьезы пересадил все выгреб за ними все что там было переломался перегородки немножко разобилил закрасил стены вот ближайшее время небольшой прожить вкусе что там у меня происходит с мастерской дума что в этом году я не сразу запущу и отопление про брошку через стен осталось не столярочка моя будет практически два раза будет больше на треть как минимум вот все броши рнул естественно здесь с четким возбором здесь у меня 46 зерно и до этого было металлическое она побыстрее снимает это более менее заглаживает уже самая рисунка там что больше так грубее это все происходит но и быстрее опять же ну и покрыл это все биофаски маслом у меня это все еще масло с которых я делал быков опять же кто интересно посмотрите там три части есть как из дуба вырезались быки большие фигуры вот эти масла были покрыты вот потом сверху уже покрыл серебристым маслом все это в растиршу получился блеск вот опять же на любителя кто-то скажет так надо было ставить 3000 что-то на меня так как я захотел так и сделал так оно и получилось мне нравится даже была идея вообще одного кита сделать в голубом цвете может быть чпушного быка и у быка бы чпушного китая в голубой цвет и покрасить ну такое вот получилось видео подписывайтесь ставьте лайки дизлайки задавайте вопросы все-таки видео для вас делаю делаются чтобы было интересно кому-то вдруг это еще и пригождается всем спасибо друзья кто смел до конца из-за тех кто поддержит мой канал удачи всем а а а а а а а 1 а а от а Такая получилась тарелка. Лиственница размером где-то под 70, он вышел у нас. Небольшой такой кит. Какого назначения, куда. Под брашировкой фактура открылась шикарно, с серебром. Смотрится вообще здорово. Ну, это, конечно, на любителя, кто как хочет. Но вот с маслом и под серебристым отливом. Грубая брашировка. Ну, брашировка, конечно, на Лиственнице. Это вот, я считаю, самый смак. Ну, если видео понравилось, ставьте лайки. Если есть вопросы, ставьте лайки. И лайк, если кому-то тебе не понравилось. Дарьте по колокольчику, чтобы не пропускать очередное видео. А то мне уже люди задают про то или иное видео. Оно уже давно вышло. Я, как говорится, все обещаю. Оно уже вышло еще несколько месяцев назад. Всем спасибо за внимание, особенно, кто досмотрел до конца, друзья. До новых встреч. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...